Потому что ты знал, что у него тузы или короли. И что не так, что он скинет тузов. Может, он заполирует. К тому же, ты меня каштал, но вальководом. Знаешь, меня дико удивило, что он скинул тузов. Как реально скинуть тузов в твоей ситуации? Учитывая мою агрессивную игру как бы. Потом посмотрим, молодец он или нет. Если он на нас в фулл хаусе просто колит, то тут, извини меня, о чем может быть речь, молодец или не молодец. Ну как нас, на втором нас колил просто этот человек. Итак, у Оскара туздама, и у Мариса тоже туздама. Оскар, 2,3,1200. Марис кол. Китайскую стену построил. Сколько, кстати, пот там был? Три, 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 десять. Около пятнашки идет. Шестнадцать больше. Но пятнашка с моими. Лауриса вальты. Он делает кол. Посмотрим флоп. Смотрите, на флоп падает туз. Лаурис, чек. Я думаю, возможно, было блдап лэраута. Ты бы остался бы вверх. Но там бы пассажир точно выпал бы. Ривер жалко не увидели. Ну, может быть, и к счастью. О. Кол. Угу. Угу. Да, мы тут. И наоборот все. Ну что, сколько это? Ты же полторы первый, да, начинал же? Ну, ты на любой мог. На десять четыре мог. На десять пять. На десять пять. На десять пять. На десять девять. Согласен. Ну, переставили три. Ну, я три добавлю. Тебе полторы не добавить. Согласен. Да, просто. Лаурис, наверное, понимает, что у кого-то, как минимум, у одного игрока есть туз, и ему сейчас самое лучшее сбросить в пальто. Все-таки он делает колл. Чек. Подожди, я показал десятку, я могу глифануть. У меня был хайп и р. В данном случае можно начинать глифануть. А у нас что было? Туз король, туз король или что-то? Я хотел бы на 5000 баскинуть. Да, мы-то на первую баскинули. Жудки, друзья. Я удивился, что никто по флопу из вас не переставил. Я не переставил, потому что, вот смотри, с одной стороны, ну видно, что у него каражи или то же. Но у меня дамы флоп мелкий подал. Еще 8-9, малый валет какой-нибудь вывалится. Дровстрейн. По логике вещей я не должен быть скидан. По логике вещей в принципе, ну переставец тоже не мог. Я переставлять не мог. Я вообще по логике по флопу должен переставлять. Ну, не было бы его. Чек. Ривер 2. Чек. Шелдан. Тоже. Спит. 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 Ну, если я там ОЛН поставлю, тогда и не надо. Сейчас с другой стороны, если ты понимал, что у нас у кого-то раз минимум азарфара есть, с десятками, как раз хорошо такое. 3000 бет. Value, value для такого стола. Не нужен был рейс. Все логично, все чертовски логично. Я оставил бет, который должен был быть переставлен, по идее. Он не должен быть закоррирован, не как на тузах. Из меня в банк 9 давать 3 и его колить на тузах. То есть он был чисто для того, чтобы его переставляли тузах. Все было логично. Ну, то есть ты понял, я понял. Все нормально. Я не понял, почему ты кинул уже ОЛН. Хотя да, 5 было бы за пальм, это 110 было бы за пальм. 5 было бы за пальм. 5? Молодец. Подожди, различно. 2 оппонента. Был бы один оппонент, возможно, это было бы, конечно, и 5. Короче, тебя любят, как и обещали. Трудно играть, когда ты играешь на такой руку. Подожди, ты выиграл? Не, не на эту, на то. 10-9, когда был. У кого? Собираться трудно. Ну, 10-9, когда у него фул холл. Ну, как ты мог переставлять? Не знаю, у тебя была ошибка. Да, но не нужно было, наверное. Максимум колл. Максимум колл. Максимум колл. Это вообще, это предел. Типа везло, что он тебя не переставил. Ну да. А ты бы закорил и был бы плейер аут. Пас. 9-10. Хорошая карта, особенно для шортхендового стола. А, suited коннекторы. Алексей дает реной рейс. Оскара тройки. Холл. Пас. И он просто коллирует. Холл. Эдгартус 10. Просто колл. Довольно интересный флоп. Сейчас может завязаться какая-то борьба. Мы видим у Эдгарса топ пару с хорошим кикером. Самым сильным кикером. У Алексея две пары прямо с флопа. И он атакует. Дает примерно половину флопа. Эдгар. Можно послушать мысли вслух? Ну так, интересно просто. Не, ну как бы. Интересно, что думает человек, когда в него летит 4000. 4000. Когда в банке 4. Неохота первому идти домой. Ты бы уже спросил, что чувствует человек, когда у него шайба лить. Четыре тысячи и Татьяна ты спрашиваешь, что ты чувствуешь. Ну мне можно не спрашивать, видишь, у меня тут топливо. Ну да, ты бы особо не почувствовал. Эдгар сейчас, наверное, думает, что делать. Просто кол, либо сделать рейс. All in. All in. All in. Эдгарс идет All in. Instant кол. Гидрид, ты же меня любишь? Почему? Двоечка. Двоечка на стол. Громадный пот 50 тысяч. Вот она двоечка. И у Эдгарса всего лишь 16 процентов. Сейчас посмотрим. Вот так вот. Зерн ничего не решает. Ты прокомментируй. Не переживай. И у Лжица двоечка. Поможет ли Ривер? Две пары из флопа Алексей устояли. И Эдгарс выбивает из игры. У меня сколько? Я думаю, у меня больше. У меня было 35 тысяч где-то. Да, больше. Да. Ладно, Чали. Ладно. Завтра будем болеть. Еп. Эдгар. Можно? Мы за вас. В главном команде много играет пока? Почти всегда. Все команду можно было играть. Прикинь, в гостинцах в горах вот такой... Свой дилер, наверное, летает, знаешь уже? Свой стол, наверное. Свой стол, да. Тренер Гиллер. Да, да, да. На массаже на столе. Пас. 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 Что я тебе скажу, Дим, твое? Сейчас Алексей является бесспорным чип-лидером и против него играть довольно сложно, так как он будет играть очень свободно. Я просто вот не знаю, если завтра попадет билет. Эээээ... Лучше...